Заглянуть внутрь себя, достать из глубины сердца самое важное и реализовать свой творческий потенциал, все это реально. Привет-привет, мои дорогие, в эфире телепроекта «А где нас потом покажут» и сегодня мы отправимся в гости к человеку просто с нереально позитивной энергетикой. Итак, знакомьтесь Дарья Санатина и ее студия живописи «Смотри внутрь». Уверена, вы будете приятно удивлены. Продолжение следует... Анна, здравствуйте, мы находимся в студии «Смотри внутрь» и самый, наверное, важный вопрос, что вас сюда привело? Добрый день. Ну, собственно, как я попала в студию «Смотри внутрь», я искала место для проведения своего дня рождения. И однажды я сидела в Инстаграме и наткнулась на страничку студии. И она меня настолько вдохновила своей атмосферой, что я сразу же, не думая, решила отмечать свое день рождения здесь. После того, как вы отметили день рождения, вас что так зацепило, что вы продолжили здесь свое, я так понимаю, обучение? Да, верно. Ну, в первую очередь это люди. Место делают люди. И художники, которые здесь работают, это великолепные ребята, с которыми очень приятно взаимодействовать. Поэтому я сюда возвращаюсь. Марина, Мария, здравствуйте. Как вы вообще попали в эту студию? Я так понимаю, что Марина занимается давно, а Мария пришла вот недавно. Расскажите вообще вашу историю, как вы сюда попали и решили пригласить собственную подругу. Я нашла студию «Смотри внутрь» в Инстаграме. В целом она мне понравилась, заинтересовала. Я решила попробовать себя в рисовании. Купила первый свой курс. И как-то закрутилась, завертелась, очень вдохновилась самой студией и преподавателями. И потом купила уже второй курс и до сих пор рисую. У Маши сегодня день рождения. Я решила ее сюда привезти на мастер-класс, чтобы она тоже вдохновилась, оценила студию. И в дальнейшем я бы хотела, чтобы она тоже ходила сюда вместе со мной. И мы смогли с ней разделить процесс рисования. Мария, я так понимаю, что Марина, ваша подруга, привела вас сюда на ваш день рождения. Это была арт-вечеринка. И вам настолько здесь понравилось, вы настолько вдохновились, что решили пройти курсы. Да, первый раз я пришла в эту студию на арт-вечеринку на свой день рождения. Марина меня пригласила. И после этого я очень сильно вдохновилась. Я решила, что я хочу писать картины. Потому что за три часа без каких-либо навыков рисовать картины для меня это было очень удивительно. Это прям такой разряжающий процесс, от которого невозможно отказаться, я бы так сказала. И, знаете, мне кажется, каждый должен познать это изнутри. Дарья, вы являетесь владельцем этой приказы. Красная студия. Расскажите, вы как художник, когда впервые взяли кисти в свои улыбники и начали творить? Вообще у моей мамы есть целый альбом с моими детскими работами. И недавно я его пересматривала и нашла детскую работу, где написано «Даша один год». То есть, как только я научилась ходить, я начала рисовать. И на протяжении всей своей жизни я рисую. То есть, для меня это является таким же необходимым, как ходить. Я не представляю свою жизнь без рисования. Я рисую каждый день. Это не просто желание. Это уже превратилось в нужду. То есть, я этим живу. Я этим горю. Это является самым главным в моей жизни. А когда у вас родилась идея создать такую прекрасную студию, принимать сюда людей и обучать их? На самом деле, в моей жизни произошла довольно судьбоносная встреча, которая изменила мою творческую жизнь. И мы встретились с девушкой, которая дважды была на ее мероприятии. И разговаривали про творчество, про искусство. И она мне сказала такую идею. Тебе нужно создать какое-то пространство, где люди будут приходить не только к тебе, но и в это помещение. И я ей сказала, давай создадим. И через день мы красили уже в этой студии стены. Так и родилась студия «Смотри у меня». Все-таки студия не одна в городе, как всем известно. Но поскольку сюда приходит очень много гостей, расскажите, в чем же уникальность? Почему именно она притягивает такой большой поток? На самом деле, мы не говорим людям копировать одну картину. У нас нет такого формата, что все рисуют одно. Каждый приходит со своей идеей. Возможно, даже соединить несколько картинок или нарисовать свой сон. Или достать что-то из глубины себя, выразить свои эмоции, а не копировать какие-то чужие идеи. Мы помогаем людям найти свой стиль и познакомиться с самим собой через рисование. Это является самой главной фишкой нашей студии. Ирина, поделитесь, чем непосредственно вы занимаетесь в этой студии? Мы проводим мастер-классы. Я преподаватель, художник с огромным опытом работы с детьми. Также мы ведем мастер-классы для взрослых, образовательные курсы. Это отличный способ научить ребенка самовыражаться через рисование, через живопись, привить ему любовь к искусству, а также открыть для него мир творчества с самых ранних лет. Вы занимаетесь необычными детками, помогаете им развиваться и бороться со своими внутренними проблемами, комплексами и физическими отклонениями. Можете поподробнее рассказать нам об этом? Да, мы работаем с разными детками. К нам часто приходят детки, которым важно и нужно научиться не только самовыражаться через творчество и рисовать, но и как-то чувствовать окружающий мир, воспринимать его. И действительно, мы им помогаем. Я не только художник, но и нейропсихолог. Работаю с детками, с ограниченными возможностями. С недавних пор наши гости, самые маленькие наши гости, добились таких результатов, что сейчас они ходят в общепризывательную школу. И им очень это нравится. Поскольку вы помогаете не только деткам и мамочкам, вы еще помогаете взрослым мужчинам, женщинам, у вас есть различные мероприятия. Какие именно? Мы проводим арт-встречи, арт-вечеринки, небольшие мастер-классы, обучающие курсы, а также корпоративные мероприятия, на которые к нам приходят люди, которым интересно научиться рисовать, интересно попробовать себя в каких-то новых техниках, освоить новые материалы, да и просто провести приятное время в компании творческих людей, также горящих искусством и желающих наполнить этот мир чем-то прекрасным. Также в нашей студии есть такой ритуал. Каждый задает какой-то свой глубинный вопрос и руки вытянут именно то, что должны вытянуть. То есть вы можете задать вопрос и вытянуть какое-то пожелание. Потом взамен написать какое-то свое пожелание другому человеку. Таким образом мы отмениваемся энергии. Если хотите поучаствовать, то голова может быть. Я думаю, что это очень. Что-то интересное. О, круто. Давайте кто-нибудь прочитает. Какого с вами интересного? Сложно. Надо сравнивать. Помогло ли вам это? К вашему вопросу. У меня в записке написано, если сомневаешься, сделай еще один шаг вперед. Похоже на ответ на твой вопрос? Да. Определенно это то, чего я хотела. Мы приглашаем вас в нашу творческую студию «Смотри внутрь». Мы ждем вас на вечеринках, мастер-классах, обучающих курсах, а также корпоративных мероприятиях, которые мы можем провести специально для вас в нашей студии. Пока-пока.